Продолжение следует... Самое важное, что все сельские ради, селищные, местные, объединенные громады дают послуги населению. У нас на сегодняшний день селищные ради примерно 800, ну примерно 800-900 гривен на одного человека послуги. Это медицина, школа, дороги, ну все. Продолжение следует... Может есть вторая правда, шановного депутата селищного ради по земле? Хотелось бы, чтобы вы организовали эту встречу не так, чтобы собрались там 100 человек, а чтобы был полный зал. Обовязательно должна быть думка об основной державной администрации. Все его было на год расписано или нет. У него шесть заступников, у него есть люди, которые принимают решения, которые могут нам объяснить. Мы сейчас в темноте. Я не прав, Юрий Петрович. Хотелось бы, чтобы у них кто-то в середу. Вот это все было нам понятно. Сейчас не понятно. Я помню, Юрека был, который был депутат, и он говорил, что громады, которые строятся, это только будет первый этап, а потом будет по любому объединение этой громады уже строительной. Я думаю, что наши службы на улице пошли так, что они хотят сразу строить без этого перехватного периода. Вы говорите о том, что будет. Я думаю, что здесь ничего не будет. Для пересечного громадянина это объединение. Чи будет Пулецкая Радея, чи это будет Пулецкая Радея. Абсолютно ничего не будет. Для пересечного. Так же сталося, что первичный план по объединению громады, самый план, чтобы сделать село громады, он предпочитал, что в радиусе медленно 25 км он строится громад. Сейчас команда БЗД и команда Шабришова, они вообще забили на все эти показатели. Им дала почти то, что как живут люди на данной территории. Почему? Будет погибшение проживания. Вы понимаете, почему? Я думаю, что все будет собираться в центре, и на хутора, и на Коста, и в Бенске. Это я вижу, например, в Утенпельской громаде, например, в Казачинском районе. То есть у вас, фактически, в 100% БІЛИЦКСКОГОМАНО будет существовать. Те, что кто здесь решал, вы понимаете, решали в областной администрации. Кто решал, я решал, вы, возможно, не узнаете. Но те, что намалювали под кого-то эти речи, куда-то згнать БІЛИКУ. БІЛИКИВ, по моих подрахунках, это больше, если будет объемная громада, больше 60 грн. будет бюджета. Фактически, в САКОВЕРНИЕ ПДФО, власне, кошки, если вы дадите, будет где-то в районе 20 млн. Это идёт на парад, я думаю, на вас где-то там 5. Это иначе, идёт на вас. Ну, например, так, короче. Населенной у вас вистачает 7200, территории у вас вистачает. Фактически, единственный політичный мужик вистачает у Синянового, который никого не хочет видеть. Фактически, вашего Петровича видит этот клиент один раз, только он его видит у живутого Синянового. Я думаю, такая моя рука. Сколько ему сильного важная занята особа. Дуже занята. Потому что завтра, возможно, бюджета проще встретиться с Зеленским, встретить его с оплесками, можно с плакатами, чтобы бюджета громада. Потому что Зеленский завтра будет подключен кобилят в Харивне, и приезжать им с бутинта, посчитать им на Санжаре. Вы понимаете, почему? По-другому, вы его вистачите. Простые речи. Вам сразу рассказываете бюджетам про то, что я могу наступить у вас в интернете, я думаю, это даже не говорится. И сразу населено достаточно. Юрий Петрович, и я поеду. Кажи, когда мне идут, позвонят. Надо мою машину святить. Надо остановить президента, чтобы все не было. Я поеду с вами. Апріори, еще при Грузьману, самый перший був перспективный план. Мы вспоминаем центр Білики, в который входят Путенки, Марківка, Дрижина Гребля, Иванинка. Смотрите. Помните, Юрий Петрович, так было? Так. Теперь дальше. Когда Білики, ну, в ряду причин, мы будем один одного свинувачивать, так стало уже все, это факт. Когда мы говорим не на часе, окей. Все, теперь на часе. Так я говорю. Тамила Вячеславовна, тогда глава РДО, она говорила, мы знаем, как у нас разговорились. Она говорит, я с Біликами не хочу мати справу. Я иду на Бутенки. Так я хочу вам сейчас запропонувати. Смотрите. А приорит. Якщо зараз. Игра стоит свечь. Тоді, когда сейчас Бутенки и Добильники, когда у нас есть потенциал, когда мы это объединяемся, тогда игра стоит свечь. Реально мы тогда будем в силах. И с нами будут говорить. Уже, я вам до речи хочу сказать, есть такой сайт, децентрализация. Так от на цьем сайті уже написано, что все перспективные планы, и Полтавская область в том числе, сейчас в Кабинете Министров. Уже в Кабинете Министров. Підождик не затверджений, мы знаем, но он будет передаваться дальше. Правильно вы говорите. Так я до чего веду? У нас получается все классно. Ваши 27 млн. и наши, как вы говорите, мы громада, мы сила. Почему вы не разглядываете такой вариант? Юрий Петрович, вы обратились к Бутенковскому? Я знаю, что вы обратились. Так почему вы сейчас активист, вы активный, вы эксперт? Так давайте разглянемо цей вариант. А почему нет? У меня нет властивостей оживляти мер. Понимаете? У Бутенковск, я и депутат буду. У Бутенковск, я и депутат буду. У Бутенковск, я просто говорю, что это было два года, даже больше, для того, чтобы створить. Когда я занимался 15-м году, желание Бутенковску было присоединиться 9 сельских районов. После того, как создавали Владу в Бутенковске, певный клан, в Минтовске, желание упало в силу. Понимаете? Так что, то, что умерло, хай он будет мертвым. Белики мали, правильно, айснивание. Тобто, вы осознанно говорите, что вы идете в Кобильоки, Бутенки? У вас тоже нет мальчиков, айснивание? Я не могу. Вы идете осознанно в Кобильоки. Это керевництво. Можете? 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 Можете сьогодні вирішим, давайте зустрінемся з активом, будем так само, як з вами зібралися. Давайте кого хотим. У нас шанс є. Понимаете? Можете на сесію. Якщо зустрідується з активом, це буде не на сесію, коли поїдемо на сесію. Так, то сесія тут, там буде правильний. Якщо? Можете? Можете подозрати депутат? Так. Шановні громадяни біликів, завтра у нас відбудеться мирна акція на трасі Полтава-Кременчук. Збори в 9 годин біля магазина номер один. Будь ласка, приходьте. Це мирна акція. Бронетранспортерів ніхто не буде. Позавчора пройшла сесія Білецької селищної ради, і депутатами було прийнято рішення, що сьогодні у 2 години зібратися, запросити голову ОДА, РДА, народного депутата, депутатів обласної ради, депутата районної ради. Але, на жаль, часу було мало, і сьогодні ще було засідання ради у Кобиляках, туди зібралися. І наш депутат районний, а в Сенігубова, звичайно, часу теж не було з нами зустрітися. Звонили до Касая, до Костянтина Івановича, він говорив, що може зустрітися з нами тільки з неділі, бо зараз у нього пленарний тиждень у Верховній Раді. Прийшлося зустрітися мені з громадою, коли вже пішло, розіслали запрошення. Я їм сьогодні доповів, яка ситуація, де ми були, куди ми їздили, що робили, щоб була, чому з перспективного плану викинули Білецьку селищну раду, як центр ОТГ. І доповів громаді, яка ситуація. Було домовлено зустрітися із Бутенським цим головою, обсудити питання щодо об'єднання разом з Бутенками. А з неділі зустрітися з народним депутатом, це буде або вівторок, або середа на тому тижні. Дякую.